Приветствую вас, аноним. И вы знаете, если честно, мне непонятен ваш вопрос. Я вам скажу, как есть. То есть вы приводите какие-то рассуждения, вы рассуждаете о том, как ведут себя сильные мира всего. Вот, вы говорите об этом так, как будто вы знаете их чувства, их эмоции, вот. Но при этом, откуда вы берете эту информацию? Откуда вы берете, вот, собственно, ну вот эту вот базу для формирования своих мыслей? Не очень, не очень понятно, откуда вы берете, понимаете? То есть, складывается у меня такое ощущение, по крайней мере, что вы представляете какую-то цель, какую-то свою цель, которую, которую, ну, мы не знаем, мы не знаем. И вы задаете вопрос, что делать, да? То есть, вы спрашиваете, что делать, но спросите, спросите, что делать, что делать, чтобы что? А, чтобы быть девочкой, например, то есть вы считаете, что для того, чтобы быть девочкой, нужно обязательно быть сильным, это неплохо. Если это, если это ваше, если это не ваше, то становясь сильным, вы, по сути, подавляете себя, ломаете себя, если угодно. И, поверьте, поверьте мне, никому лучше об этого не станет, абсолютно, вот. Поэтому, в первую очередь, определите со своей целью, чего я хочу, вот, это первое. Второе. Значит, вы не уверены в себе, вы не уверены в себе, и вы постоянно. мне кажется, переживаете, по поводу того, что о вас подумают, что скажут, и так далее. Вот, вот, это не уверены в себе, и ориентированность на других людей. Помимо, 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 помимо того, что вы, ну, что вы хотели бы, да, быть девочкой, ну, какой-нибудь. Вот, да, еще, важно понять, для чего вы хотите быть девушкой, то есть, ну, ну, зачем она вам, для чего. Вот, вот, то есть, вы боитесь быть один, боитесь остаться один, надо, надо быть в любви и не уверены в себя. Вот. Мне кажется, мне кажется, что вы склонны к соперничеству, к борьбе, но при этом боитесь проиграть. То есть, для вас важно бороться, для вас важна борьба, но проиграть вы боитесь. Ну, вот, что, в принципе, тоже определяет, вот, все то, что вы написали. А дальше, девочки, девочки любят плохих парней или все негде независимых, кем быть? А кто вы? Вы кто? Какая разница, кого девочки любят? Девочки любят и тех, и других. Любовь вообще не зависит от этих качеств, которые вы проявили. Каждая девочка, индивидуально, каждая девочка уникальна в своем, ну, проявлении, так скажем. Вот. И нельзя сказать, да, что есть, значит, какие-то уникальные критерии, уникальные критерии, значит, ну, для того, чтобы быть девочкой. Таких критерий попросту нет. И ваша попытка , значит, ну, вот, встать тем, кого любят девушки, говорит лишь о том, что вы хотите любви для чего-то. но зачем? Это вопрос уже, на мой взгляд, куда более важный. Это вопрос к вам. Понимаете, да? Вопрос вашей нуждаемости, скажем так. Понимаете, о чем уйдет речь, я надеюсь. То есть, какое-то у вас очень схематичное понимание девочек, это первое. Второе, я бы сказал, что любовь, любовь девушек вами воспринимается, ну, как, знаете, как что-то материальное, как какой-то приз. Настолько вам это важно. Я не говорю о том, что вы должны перестать как бы уделять этому внимание, да? Я не говорю об этом, не говорю так. Я хочу сказать всего лишь, что движетесь вы в несколько неверном направлении. да? Дальше идем. На самом деле сильный мир всего. Точка. Непонятно, что вы хотели этим сказать. Ну, или те, кто добился успеха, финансов, те, кто верен в себе и чего-то стоит, мне кажется, мало испытывают счастье и любить не могут. как бы с чего вы взяли это? Если вы хотите принизить людей, которые вот добились финансово, если вы хотите принизить этих людей, чтобы на их фоне чувствовать себя лучше, чувствовать себя не так плохо, чтобы хоть чем-то отличаться, использовав, что это неплохая защита психологическая. Но является ли она адекватной вообще? Нет, потому что успеха добиваются люди, которые в общем-то обладают способностями, которые эти способности раскрывают и соответственно, если человек раскрывает способности свои, да, что вряд ли он, этот человек, значит, не может любить. Прямо когда он себя принимает, он принимает свои способности, он не зажимает их. Конечно, среди тех, кто добился успеха, есть люди, которые не могут любить, есть люди, у которых проблемы с этим есть, но такие проблемы есть у всех, не только у тех, кто добился успеха. То есть, понимаете, какая история, дело не в том, добился кто-то успеха или нет на самом деле. дело не в этом. Дело именно в том, какая душевная организация у человека, какая у него структура личности. Успеха может добиться человек и без гармонии в себе. И успеха может добиться тот, у кого есть гармония в себе. то есть, это как бы вот такие не взаимосвязанные вещи. Знаете, ибо кто-то добивает успеха, например, потому что он творческий человек, просто творческий человек. Вот. А кто-то кто-то добивает успеха потому что у него выбора нет. Ну, просто вот нет выбора у него и все. Знаете, такая история. То есть, успех не показатель любви, успех не показатель чувств, успех не показатель степени развития эмоционального интеллекта человека. может такое быть, что человек, например, испортится в результате допустим денег, например, да, сможет. Но опять же, что значит испортиться, да? Что это такое? Это компенсация по сути. если есть что компенсировать, есть проблема. Иначе компенсация была бы не нужна. Понимаете? Пускай что-то. Вот и все. Дальше. Идем. они вряд ли будут так крепко обнимать своего ребенка или девочку, что страшно раздавить. Ну, я бы сказал, что всем людям стоит постеречься, обнимать своих родных людей так, что страшно раздавить, особенно если человек сильный, да, и действительно может причинить боль. Вот. Так что здесь мне кажется, ну, нужно действительно быть осторожнее. А дальше они достаточно независимы, поэтому в случае, если они, так скажем, не брояют заботы, не поймут, есть женская слабость, а женщинам это важно. Если она уйдет, то и плевать, и, как правило, отношения таких людей короткие, и сравнивают с партнерами, которые также сильнее независимы. Нет, 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 я не знаю, откуда вы это взяли на них, но нет. А, значит, как правило, люди успешные не могут строить отношения с теми, кто им рядом. Это постоянная борьба, конкуренция, отношения давно не, но они сложнее выстраиваются, тяжелее, как правило. Вот. для людей успешных, финансов, вот как вы говорите, да, для них более преподаватель и все-таки больше, больше отношения неразные, когда, ну, понятно, да, когда, значит, человек находится в зависимости от них, вот, потому что в таком случае не возникает борьбы, не возникает конфликтов, вот. Равные отношения просто сложно строить на определенном уровне, на то. Проще построить отношения, равные, например, ну, там, где доход, скажем, там, 50-60-100 тысяч в месяц, чем доход, там, миллион, например. Ну, миллион, мне кажется, может быть, переборщил, но вы поняли, о чем идет речь. Вот. Сложно. Потому что, ну, это, ну, это, это очень сильная духовная организация человека. Такое бывает, но редким словом, это все-таки зависит от отношения, зависит от наоборот. Опять же, того же президента, да, не очень правда. Понял, кого вы имеете в виду, но, тем не менее. Если брать, например, в расчет, да, допустим, Трампа и Миланю, Миланю, да, значит, до того, как он стал президентом, у них вроде как все было хорошо, ну, по крайней мере, а проблема была неизвестна. Только он стал президентом, разно, чем исправлять проблема. Почему? Вы думаете, это случайно? Нет, это не случайно. То есть, как бы, происходит это, потому что Миланя, она, ну, это как, ну, по моим предположениям, да, привыкла к тому, что муч, как бы от нее, ну, он, ну, независим, да, наверное, зависим, это нельзя сказать. Она привыкла, короче, управлять, чем-то, ну, чем-то, что, ну, касалось его, вот. Когда он стал президентом, да, управлять она уже не смогла. Их отношения не нарушились, к сожалению, вот. Ну, потому что я все-таки сторонник того, что, ну, чтобы сохранять отношения, да, вот. И Миланя оказалась не готова к тому, чтобы быть на задних, ну, на задних ролях, да, вот. Поэтому у них начались скандалы, поэтому начались там трения и так далее, так далее, так далее, так далее, вот. Заметьте при этом, что Обама, да, и его жена таких проблем не испытывали. Почему? Потому что его женщина максимально, значит, идеально, не максимально, а идеально подходила к той роли. То есть роль первой леди. Первая леди, это значит за президентом. Вот. Это значит просто быть для него, как бы, ну, с дополнением. Вот. И все. И у них все было хорошо. Вот. Никто не знает, может быть, она там, может быть, она там, им и управляла. Этого никто не знает. Но, факт тот, что, факт тот, что, в публичной жизни, все было идеально. Вот. И это нужно понимать. Поэтому, здесь вы, не правы. Что же? В принципе, ошибочные у вас, понятия, которые связаны, опять же, со стереотипами. То есть вы опираетесь на стереотипы, и, соответственно, все-все. Далее, так, казалось бы, это хорошо быть таким, но, мне кажется, таких людей мало чувствовать, потому что, потому как, чтобы чего-то добиться, эмоции очень сконцентрироваться, контролируются. Так ли, контроль эмоций, это не подавление эмоций, аноним. То есть, да, для того, чтобы чего-то добиться, нужно контролировать себя, контролировать свои эмоции, но это не означает, что их нужно подавлять. Более того, подавляя, ничего не добьешь. Это взрыв, это бомба замедленного действия. Например, дома, они, мне кажется, так ли серьезно, ну, если это, если это невротичные люди, то да, если это невротичные люди, то да. Вы путаете богатых людей и тех, кто добился успеха. Богатые люди, это не те, кто добился успеха. Понимаете, богатые люди, это совсем другой тип людей. Особенно, наследственные богатые. Вот. И сильные мира всего, тоже, это другие люди. Например, президенты, политики, это все другие люди. Это не богатые наследственные, это не родовая, значит, как бы. Вот. А дальше, дальше, ну, вот вы говорите, да, с ребенком общения, там, да-да, молодец, там, стараются работать именно колледж, любви, чувства, практически не проявляют. Откуда вы это знаете? Вы, вы что, вы там у них дома находились, или что, откуда инфа? Вот. Вот. Иначе, такие перегрузки не выдержать. А, какие перегрузки? Знаете? Успеха добивается, кто? Кто? Взрослый. Компонент. Компонент. Человек. Вот. Ну, успеха добивается, взрослый компонент. Ну, в личности. Вот. Вот. А чувства проявляют ребенок. Соответственно. И, мне не понятно, не совсем понятно, как вы, эээ, связываете это. То есть, вы говорите о перегрузках, но, какие перегрузки? Знаете? Здесь мне кажется, что, эээ, ну, надо бы, эээ, эээ, отграничить, одно от другого, эээ, потому что, эээ, это не связано, эээ, никак, друг другом. Абсолютно. эээ, то есть, невротичный человек, невротичный, это одно. эээ, невротик, это одно. эээ, человек, который богатый, это другое. У них, у них другие чувства, у них свои чувства, у них своя схема, ээээ, эээ, как бы, ну, проявление чувств, они просто делают это не так, как, эээ, может быть, те, у кого, эээ, нет такого богатства. вот. Понимаете? Какая история? Вот. Но это, еще раз повторю, еще раз повторю, да? Это разные вещи. Абсолютно. И, вам это, вам это нужно, учитывать, обязательно. Понимаете? Какая история? Вот. Дальше. Идем. Так, эээ, так, президенты любых посылок, они все крайне холодны, вряд ли только на работе. Откуда вы знаете? Хоть получается, что быть таким уже в себе? Да. Единственное, вы делаете выводы, базируясь на посылках, которые вообще не имеют отношения к действительности. Тем не менее, эээ, быть таким уже в себе. Тем не менее, девочки в большинстве, хотели бы именно такого человека, из такой веков так. Из такой веков так, сейчас уже нет, сейчас девочек таких уже не любят, не любят. Ну вот. Лучшие воины и правители, те, у кого была у нас, имели лучших жен. А что значит лучшие воины, лучшие жены, лучшие, это в каком смысле лучшие? были ли они самыми красивыми, ну, с точки зрения того времени или той эпохи? Может быть. Может быть. Были ли они умными? Ну, большие подозрения на этот счет. У меня. Вот. Кому-то был важен ум, кому-то была важна внешность и фигура. Вот. То есть, опять же, все зависит от людей. Понимаете? Вот. Поэтому, не совсем понятно, что вы, ну, что вы подразумеваете под вот этим вот словом лучший. То есть, кто лучший? Да. Собственно говоря. Вот. Дальше. При этом они достаточно сильны, чтобы не предложили вас сказать. Откуда вы знаете? Ну, и девочкам нужна такая забота, чего-то таких априори не дождешься. Я сам стараюсь таким сильным, но понимаю, и в то же время мне нравится поздравиться и пошутить. Это как бы не болтаться, потому что делать. Шу... 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 Шутить. Вам надо шутить. Будьте собой, и вас обязательно полюбит девушка, которая тоже является собой. Но вообще, вроде проблемы по стране логических цепочек, проблемы противоречия, То есть, вы говорите, что девушке нужно так быть в теплозаборе, но при этом сами хотите стать сильным. Вот это противоречие его нужно разрешить. Разрешить. Обращайтесь. Помогу. А на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи.